Приветствую вас. Вчера, 21 ноября, администрация порта Батуми получила сообщение о том, что на судне Севастополь, плавающем под болгарским флагом, была установлена бомба. Однако взрывного устройства в порту не оказалось. Из Твилисского зоопарка сбежала берберийская макака. Причиной бегства макаки стала ссора. Которая переносла в драку в Уоллере с другими обезьянами. Произошла классическая сцена битвы отцов и детей. К счастью, сбежавшую берберийскую макаку нашли и вернули в Уоллер. В настоящее время перед КПП Верхний Ларс очередей из легковых автомобилей не наблюдается. Фильм грузинского режиссера «Моя комната» стал призером на 23-м европейском кинофестивале, проходящем в Лече, Италия. Создателям фильма вручили награду фестиваля «Золотое оливковое дерево». Вы знаете, что грузинские регбисты в третьем матче ноябрьских тестов одержали победу над одной из сильнейших команд мира сборной Уэльса. Название Грузия на английском – Джорджия. Так вот, Союз регбистата Джорджия США вместо Грузии получает поздравления со всего мира. Принимая поздравления, Союз регбистата Джорджия отвечает, что это не они обыграли Уэльс, а сборная Грузии одержала историческую победу над Уэльсом. Грузинские альпинисты поднялись на вершину Сараграр, высота 7300 метров, и получили высшую награду «Золотой лидеру» в городе Брянсон, Франция. Грузинский сумоист Тотиносин Леван Гургадзе одержал четвертую победу на осеннем турнире в Фукуоке-Кусю-Басё. Завтра, 23 ноября, в Твилиси, с полуночи до 6 утра ограничат движение транспорта на проспекте Кетеван-Замебули от площади Алабари из-за установки новогодней иллюминации. Известный американский бренд детской одежды Carters со 150-летней историей открылся в Твилиси в торговом центре галерея. В Грузии в Загороджойском муниципалитете мухроване начинают строить новую базу для подготовки армейского спецназа. Удачи всем вам! Удачи! 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 Удачи!